да привет ребята продолжает тему выход из училища или из музыкального колледжа ну и как бы консерватории или институт искусств в жизнь вот эта тема очень важная отмечать моя однокурсница написала что значит у нее несколько детей один из них нашел работу где-то уехал далеко а второй ребенок взял академ и не хочет возвращаться в консерваторию она хочет зарабатывать деньги музыка не заработаешь получается дети и вообще вся семья музыкальный то есть это как бы поколение музыкантов может быть даже не первым может быть тоже там и бабушки были музыканты вот я вот именно с тем что я принципе получила образование но я не знаю что с этим делать и приехала в америку каково уже было мое удивление что я здесь была нужна понимаете вот вот каждый у нас запрос куда-нибудь за границу и мы узнаем что мы нужны то есть все что нам как бы родность родная страна в нас ложилась да и выкинула на мусорку то есть даже если мы остались не жить мы не чувствуем что мы нужны то есть она сложили там ну мы как бы надеялись что будет ой извиняюсь года что там там коробка да а получился выходим и такой такой вот и куда какашка куда его девать я помню я училась когда стажировалась в консерватории именно имени римского курсака в питере педагог у меня спросил эдуард васильевич базанов спросил ну какие у меня планы но вообще-то не знаю я принципе думала и остаться в питере но планы были уехать в америку он сказал что в америке все его ученики живут отлично то есть все вот едешь в америку и вот без тоже сейчас на педагога мы довольны жизнью вот как-то сказался куда странной такой интонации вечера даже как бы не поняла уже рад за них и завидует я не поняла понимаете понимаете то есть ну как так вот возьмем пример какую-нибудь девочку дали там мальчик мальчик петя иванов он живет в россии и другой мальчик не знаю где-нибудь там что-то я не вижу но там вася крюков он тоже в россии они вместе вот музыкальную школу до музыкальной школу через не знаю кто этот талантливее с абсолютным слухом неважно ходят музыкальные потом училище потом поступили в консерваторию до оба для пианисты в добре вася крюков уезжает там куда-нибудь в германию а петя иванов остается по месту жительства ну где в курске в курске в москве москве и вы представляете вот у этого начинается депрессуха потому что ради чего учился он не может пробиться у него идей много его не слышат копейки он работает на 6 работах 6 там копеечку транспорта нет ну то есть машина он едет на этих ну либо машина старая ломается по дороге за короче жизнь прокормить как от баха детей было 20 он там не знаю как он работал бедный а вот петя крюков уехал там нельзя там 12 учеников он купил себе машину дом ну как так значит получается типа круга этот иванов думает вот зараза как так повезло крюков говорит вот дебил чё сидит там в россии да а на самом деле они как бы может быть даже и друзья их разъединил вот 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 разные отношения к их профессии во всех странах как бы разные отношения к нашей профессии так но я вот могу сказать что мне кажется что в европе что в америке что в канаде что в австралии наверное наверное в китае мы все мы понимаете но как так можно нам давать такую великую профессию а потом нам нас как бы заставлять чувствовать себя что мы не как бы нужны вот как как можно вот это вопрос очень важный поэтому я опять же обращаюсь к молодежи не сдавайтесь это ужасно узнавать что у тебя там с оркестром играла и великолепный звук техника поставлена куда в мусор вот так вот просто сюда кладем этого человека да и он идет там все я пошла деньги и пошел бухгалтер да ну ну как ну как разбито что-то внутри он же уже разбито живет потом другой момент он как бы не совсем относится к этому к ваше крюково я когда поступала в питерскую консерваторию именно римского корсакова я приехала на прослушивание тоже подошла каким-то там пианиста спросила кто у вас декан вот но мне сказали базанов эдуард васильевич я не знаю жив он не жив дай бог здоровья если он жив вот и я пришла пошла к нему на прослушивание и не всегда твика нужно идти не с пустыми руками ты что ты что надо заехать купить коньяк там я не знаю там может быть там и доллара надо было везти я не знаю но я же профан я же никогда ничего не возила воронеж училась без всяких там коньяков но тут питер я хочу учиться в питере он мне дал свой домашний адрес я приезжаю открывает а у меня была сумка что ли в этой сумке лежали ноты и там же и коньяк и что-то еще там а может только коньяк а может конфеты еще я пришла здравствуйте здравствуйте сыграл он что-то там сказал хорошо я вам позвоню я уже не помню просто как урок прошу как прослушивание я ухо и не я не вынула коньяк и сумки и мне было неудобно я пришла музыка за как бы я пришла шопена еще куда коньяк я выхожу из из его дома из омной критажки звоню своей подружке у ленка все хорошо урок прошел хорошо он как бы я вам понравилось на века ты коньяк отдала я не коньяк не отдала но я просто ну какой коньяк но там и шопен игра века быстро вернись и отдай коньяк я не пойду как я могу вернуться урок уже я вам я вам сказал до свидания века ты даже не думайте даже типа я себе здрасте не скажу быстро вернулась боже мой она заставила меня возвращаясь звоню я я была абсолютно уверена что дар васильская виктория вика викачка что вы вернулись если я там коньяк до коньяк вот коньяк он скажет что такое же все мне не нужен коньяк ну как бы ну мы же люди искусства какой коньяк какие там деньги решетом люди что-то приносит же кто-то конья туда еще что-то я помню у нас в институте искусств много было из района девчонок так и их родители передавали мед какой-то там простоквашу какую-то когда я еще одна девчонка пришла на урок вот к моей людмила григорьевна федорук с колготками это вообще был ужас колготки таская ну вот и короче говоря вы приходите я открыл звонок дверь открывает опять эдуард россеевич и я говорю и у меня уже то что с ним разговаривали я была вот в своей сфере я мы говорили шопен и все тут у меня язык еле крутится я вы извините я забыла вам отдать я вот была в страшном шоке я была так поражена просто мне так вот до сих пор помню что он протянул руку так спокойно как будто я ему там газету передаю да он взял и пошел и закрыл дверь то есть дала ему взятку ли что-то как называется не знаю про это это был ужас я мне было так противно я потом у него училась но я не могла выкинуть с головы в тот момент что он взял это у меня не было стыдно я думал что он погонит меня в шею дальше вот буквально через там год-полтора я приезжаю в америку да и то же самое повторяется прихожу в университет где у вас декан хочу у него учиться вот номер звоню там здравствуйте из россии пианистка хочу вас прослушаться хочу учиться у вас означает встречу прихожу смотрите а прихожу не конечно без коньяка я я бы такого жизни по я больше никаких коньяков носить не буду даже вот даже если бы ленка сказал что я я больше никогда не вижу как подругу я скажу хорошо ленка я тебе не вижу подругу на коньяков носить не буду короче взяли мне тут же ну как так можно но вот зачем вот зачем вот так вот позволить я понимаю что музыканты плохо живут но вот это как я считаю ну если ты декан если ты римский корсаков но консерваторий но зачем ты берешь взятки будешь потом ходит вообще в шоке всю жизнь такого такого поступка если тебе приходит пианист дай ему сыграть хорошо играть бери не хорошо скажи не готов все это очень просто музыки как будто когда ребенок начинает играет он только руки поднял уже понятно играет не играет зачем с него взятка от этого не могу понять понимаете поэтому тем очень я считаю я понимаю что люди как бы должны жить и не нужны эти какие-то там помощи от ученику но есть какие-то понять что вот мой урок он стоит именно столько если стоит там 20 долларов меня там не 40 давать 20 ровно 20 только ровно придите ровно заберите я все-таки могу сказать не понимают эти знаете вроде как бесплатно в то же время взятку и какие-то какие-то такие вот непонятные такие ходы а если взятку не дашь не поступишь как-то там все так сложно знаете в итоге к этой жопа непонятно кто учится на врача непонятно кто учится в консерватории какие-то все связи знаете кто кому взятку только мы кто-то кем переспал молчим об этом ничего не говорим темы не поднимаем да вот это взяточество дальше дальше в воронеже я училась в музыкальном училище и этот человек жив мильман как же его зовут я не помню уже кого зовут зовут на фамилии мильман вот со мной училась девчонка которая училась и в его классе и она говорит что только каникулы то ли лето я не знаю в общем какие-то у него еще были уроки на дому не знаю может быть он болел может быть болел и к нему приходили девчонки заниматься специальностью и я пришла на урок я сижу жду своего снова через 15 урок я сижу немножко пораньше пришла сидит девчонка она будет по 16 то есть на буквальном и вот 15 16 первый курс до 1 2 курс если здесь но уже девчонки как бы развиты уже выглядит как женщина но конечно девочки и вот они сидят и он подходит ему крещендо показывает а сам сиськи и лапает мужику там не знаю глубоко за 60 50 60 вот вот это как понять вообще как это понять каждый там 6 8 лет он женится на новой девочке которую облапал а потом она забеременела вот педагог понимаете ну как это можно и коньяки и сиськи ну как это все вот как вот мы приходят люди они хотят заниматься музыкой это все портит нас понимаете многие из этого не знаю так далее сиськи пощупать там там что там происходит вот 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 такая клака там дальше ходе хочется прийти вот музыкальные училища в этом институте и и заниматься своим делом понимаете и вместо этого начинается такая суровая бытовуха в рожь кто-то кого-то там не знаю вот эти все вещи понимаете идите уходят из музыки потому что музыка действительно какой-то рай души там все чисто там какую-то исповедь как и на этом молитва христу еду такая шла педагога играет там баха он сиськи ну все и душ ладно все это если это и жизнь жизнь то я уже пойду бухгалтером действительно я училась когда еще вот не было там 15 16 моей семье были такие разговоры что в наши времена мы музыканты были не в почете ну как бы копейки за зарабатывали но мы надеемся что виточка попала в новую струю перестройка и все это сказать будут ну признают труд музыкантов и будет у них хорошая оплата мама дорогая ну и что ну что я это прошло прошло там еще там 90 уже конец 90 вот это постоянно надеюсь что мне не повезло но мои дети уже будут жить в хорошем обществе где будут нормальные зарплаты и сейчас мне 47 уже выросли дети моих однокурсников и они уже у них ничего не получается то есть это мне эта цепочка никогда не не разрушится никогда мало того что они даже за копейку нас не уважают то есть не дают какой ходишь сочинять музыку на вот сочиняй все будут хлопать ходить на твои концерты будем давать учеников тебе не будем гнобить твоих учеников что они черни не играют ну хотя бы дайте нам какую-то оценку творческую да нет вы не нужны нам нужны ученики там нужно тех минимум сдавать нужно там крупную форму сдавать сальфеджи запоролочек все ребенок такой я вообще пришел музыка заниматься как бы это не мое я не хочу себя делать ну начать все дебил вот на то что мне дают как бы выражаться творческий нам еще и денег нет не платит понимать и при этом крюк вася крюку живет за границей и и он даже не заниматься не сальфеджи никому не крупной формы ну просто дальше пришли водите я бы на я бы хотите груш на груш хотите там не знаю просто семечки пошел давай пощелками семечки то есть он не думает никакой у него нет программы который должен совпадать пришел покупателю он он все может он даже может кувыркаться и в это время пить там калин камалин пожалуйста знаете то есть его никто не душит нет никакой там сверху на проверки которые там уволить его с работы родители не знают с чем сравнивать точно пришел ребенок занимается довольны уже читать листа уже там не знаю второй класс пошел вдруг какие-то пьесы играет все счастливы почему у нас в америке или в европе можно получать счастье даже не будучи никаким не талантливым педагогом не талантливым пианистом был где-то может быть даже но самым последним студентом в сальфеджио или музыку по классу специальности а там у него школа все уже специалист уже такой профессор а самые лучшие наши действительно но когда которых мы сидели на концертах такие там шопен вообще расцветал ну просто думал боже мой петров там кисен отдыхает вот мальчик там какой-то играет потрясающе и что ушел в компьютер все никакой музыки он даже забыл как этот нотный стан выглядит понимаете вот поэтому я призываю не я призываю не брать взятки я призываю не сдаваться я призываю оставаться честным к своей дну душе если вы любите музыку то что в россии происходит это не музыка то есть как бы на самом деле можно заниматься музыка но можно как-то может из россии преподавать другими стать может быть уехать но либо как будто бороться на месте создавайте вот может быть каких-то школах есть прогрессивные директора может прогрессивные родители есть прогрессивно может сделать свою частную школу наверно иди миллион понимаете главное не сдаваться потому что реально мои специалисты офигительные нас берут везде с руками ногами даже если мы не закончили консерваторию даже если мы закончили музыкальное училище у нас такая базу на 4 лет мучили там 4 5 6 7 хоры у нас школа которая заткнет любую высоко нас подняла над другими странами так что мы должны эту жизнь прожить полноценной гордясь своей профессии и получая за это деньги так что долой взятки долой эти все эти сиськи которым уже педофилы надо их всех клинить я не знаю если не сажать хотя бы открыто об этом говорить вот и ну как бы не сдаваться